С.Петербург, 9 июля, РИА Новости Европейский университет в Санкт-Петербурге, проигравший рассобранадзору несколько судебных споров по отказу в образовательной лицензии, в четвертый раз подал в ведомство документы для ее оформления. Сообщила РИА Новости в понедельник руководитель аппарата ректора Европейского университета Аллы Самолетова, арбитраж Петербурга в марте 2017 года аннулировал лицензию Европейского университета в Петербурге по иску рассобранадзора. Позднее в июле ВУССАМ обратился в Федеральное образовательное ведомство с заявлением об аннулировании образовательной лицензии, чтобы оформить новую. В начале августа действие лицензии Европейского университета было прекращено, одновременно ВУСС подал заявку на новую. В конце сентября в ВУСС поступило электронное уведомление рассобранадзора об отказе в выдаче образовательной лицензии, а в декабре 2017 года на основании последней проверки со стороны рассобранадзора университет получил отказ в третий раз. После этого университет проиграл в двух инстанциях спор с рассобранадзором с требованием отмены акта этой проверки, а также приказа об очередном отказе в выдаче лицензии. Мы подали комплект документов на оформление образовательной лицензии в среду, а в пятницу он был принят к рассмотрению. С этого момента отводится 45 рабочих дней на проведение документарной выездной проверок рассобранадзора, на основании которых оформляется акт проверки и сдается приказ о выдаче лицензии либо отказе в ней, сказала Самолетова. Европейский университет в Санкт-Петербурге был учрежден в 1994 году и начал свою работу в 1996 году как обучающая аспирантура по социальным и гуманитарным наукам. Антропология, история, история искусств, политические науки, социология, экономика. Состав учредителей Европейского университета входит, в частности, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин и директор Эрмитажа Михаил Петровский. Субтитры создавал DimaTorzok